Алексей, так, ну смотрите, мы готовы, выезжаем с Восточного. Вот, наберем, все, мы по навигатору наберем, если будут вопросы, наберу, все, все, всем привет, сегодня вот только после химии, запоздала, поздно делали, потому что кровь была плохая, вот, это наша Боня, щеночек, Боня. Покажись. Она у нас уже стерилизованная, люди позвонили, они живут в своем доме, у них есть собака уже, но в вольере живет уличного содержания, хотят собаку в дом, то есть, в принципе, поговорили, сказала, что нужно будет ее приручать, чтобы, ну, к выгулу, все, но в свой дом, то есть, ну, сказали, что вопросов не будет. Есть, конечно, маленький ребенок, но, как бы, если люди адекватные, я думаю, это тоже не помеха. Все, мы выезжаем. Да, мы поехали. Дальше продолжим. Боня, ты какая-то отъелась и тяжелая. Да, что-то она огромная. Что, кошки нету, Боня? А, кошки нету, не брали ей? Ну, называем Боню. Боня? Боня, если нравится, можно оставить. Да ладно, что-то напряглась-то. Там собака большая, да, Боня? Как-то она вроде привыкшая. Как зовут вас? Таня. Так, Алексей, вы у меня определились в ВКонтакте. Ох, нахуй! Поесть мы льдом. Ну, у нас тоже с понеделью дома она тоже огромная. Да? У нас с понеделью мы весим 25 килограмм. Ну, мы сами поесть любимые. Средняя хрюшка. У нас все поесть семьи любят, да? Ну, и ладно, скажем. Не бойтесь. А кошки именно какой кошки? С тушенкой или мясо обычное? Мясо, фарш, курица. Потом вот эти вот обрезки, говяжьи обрезки на рынках появляются. Курица поаккуратнее, как бы вызывает аллергину. Маслы не давать. А? Маслы не давать. Нет, маслы не давать. Можно горежьи маслой подавать. Но это у нас все как мясо-мешка есть. Небось, не бойся. Она тяжелее, чем до этой. Прям долубит. Вот, урубная. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Какая будочка у меня. Иди, иди. Ребята, ну вот, Арианна пошла заполнять договор. Район у нас Маяк. Окраина города. Смотрите, кто ко мне подошел. Кто-то считает этот район неблагополучным. Кто-то считает хорошим. Но собак тут очень много. Смотрите, вот хаски бегает. Вот еще две собачки лежат. Отдыхают. Рядом мусорка находится. На мусорке еще как минимум трое собак, которых я вижу. То есть, бездомных. Мы пока ехали, тут, наверное, буквально насчитали, я не знаю, штук, наверное, 17. Это минимум. Просто минимум. Бегал шпиц. Мы как-то мимо него проехали. Людей не видели. Сейчас поедем в обратную сторону. Посмотрим, если он один, мы его заберем шпица. Возможно, потерялся. Вот, смотрите. Кобельки. Один с биркой на ухе. Вон второй тоже с биркой. То есть, собаки уже кастрированные. Нет, это сучка. Это кобель. Тот вон с бубенцами бегает, кобелек. Вот хаски ходят. Люди, в принципе, пока не обращают внимания. Как бы ходят. Пока истерика не была. А что-то... Нет, по-моему, хаски кобелек. Вот. То есть, вот такая вот у нас, грубо говоря, на окраине города обстановка. Находится. Морозно, но солнечно. Собаки греются на солнышке. Ну вот, ребята, мы покатались по району, посмотрели этого маленького шпица. Его нету, наверное. Все-таки рядом был хозяин. Или, может быть, на свободном выгуле во двор забежал. Вот. Никого не было. Только дворовые псы остались. Вот Мария Ивановна вышла. Сейчас передаю ей микрофон. 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 Вот, ребят, ну, зашла, заполнила договор. Все как всегда. Девочка, в принципе, хорошая, хоть и маленькая, полтора годика, но она такая скромная. Они так с Бонькой друг на друга смотрят. Бонька будет жить. Его постесняются. Да. Есть кот, подросток. Тоже. Ну, в принципе, нормальная семья. Боня будет жить в доме, гулять во дворе. По двору я прошлась тоже. Посмотрела, все везде закрыто. Никаких дырок, никаких лазеек. Завтра они должны купить будет поводок, ошейник. И, то есть, когда будут выходить с дочкой гулять, с коляской, также будут привычать Боньку. Теперь держим пальчики. Дай Бог, чтобы все сложилось. Чтобы все наладилось, потому что надо их пристраивать. Они все-таки, кроме меня, никого не видели. Они даже сейчас, пока заполняла договор, она сидела, прижавшись к моей ноге. Дети растут, их надо распределять по своим домам. Такой вот ролик. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам большое за помощь, за поддержку. Для меня это очень важно, как никогда, наверное, сейчас. До новых встреч. Всем добра.